Сегодня мы не договаривались, но прозвучала такая песня прекрасная. Здесь не все говорим, но прозвучает много хубавых песен. Там такие слова «танцуй, танцуй». И мы думаем «танцуй, танцуй». Вы знаете, наш человек настолько скован, да? Или знаете, то наш человек достаточно скован. Если кто-то был в африканских церквях. Яку-няку был в африканских церквях. Там люди, они даже и в принципе-то и не сидят. Может так сказать, что они все служение танцуют. Но если сравнивать с нами. То мы просто застыли. Пусть Бог нас благословит, но я именно сегодня об этом. Потому что наконец-то мы пришли вот к этой теме. Именно что такое есть скиния Давида. Какво е Давидовата скиния? И моя сегодняшняя тема, она называется «Восстановление скиния Давидовой падшей». И днешната тема е «Восстановление на падналата Давидова скиния». Часть первая. Часть первая. Потому что я проповедовал три части про скиния Моисеева. Поним, что я проповедовал три части про первую картинку, где я рассказывал про святая святых, про святое. Про то место, где священники очищали себя, чаша падения. Да, вот эта картинка только в увеличенном виде. И мы разбирали подробно, что находится во святая святых. За то, какво си намера в пресвятое место? Там находится ковчег Завета. Там кадильница золотая. Златната кадильница. Что в ковчеге? Какво е в ковчеге? Расцветший жезл Аарона, да? Кто помнит? Расцветнали Аарону в жезл. Что там еще? Какво еще? Небесная манна, да? Небесната манна. И еще скрижали. И все это было всего лишь прообразом. Писание так говорит. Прообраз манны небесной, да? Что мы призваны постоянно питаться этой небесной манной. Скрижали, это прообраз совести. Но наша новая совесть, она написана не на каменных скрижалях, как написано. А на плотиных скрижалях наших сердец. Это уже Новый Завет. И расцветший жезл Аарона. Это вот Даша знает. Потом вам расскажет. Но я думаю, что вы все помните. Сигурно вспомните всички. В освятилище находится Минора. В святилището се намира Минора. Жертвенник. 12 хлеба на предложението. И во внешне дворе, как вы видите. И во внешне двор, как вы видите. Именно, ой, там, да, там во святилище находится жертвенник для воскурений. А во внешне дворе находится жертвенник для собственной жертвы. Для козлов, для те лиц, которых приносили в жертву. В святото место се намира светильник, светильник за пушене, а другие на во внешне двор и той... А какой? Какой? На внешнем дворе это. Внешний двор? Что? На внешнем дворе вы только что сказали какой. Для жертв. Жертвенник за жертвы. Для животных. Для животниц. За птицей. Для тельцов. И чаша омовения, да, вот этот... И чаша на умивание. Большой сосуд, который там рядом находится. Големия сосуд, который там рядом находится. В нем священник обязан был омыть свои руки. Там священника требаше до умения да причисти ръцейте си. И это всего лишь прообразы. И това и само са прообразы. И мы видели, что прообразом является то, что если святая святых представляет дух человека. И не видяхме прообразите на то, че при святото място се явява като прообраз на духа на человека. И дух человека он предназначен для слияния со святым духом. А дух на человека предназначен за сливание со святия дух. Святилище – это прообраз души. Святилището е прообраз на душата. И внешний двор – это прообраз плоти. И вы знаете, все это служение, оно было зациклено на обрядах очищения. И знаете ли, что целое служение было основано на обрядите, на умывание, причисление. И я проведу сегодня небольшой сравнительный анализ. Чем отличается скиния Моисеева? От скиния Давида. Для начала я открою первое место, которое написано в книге Деяния. Което пиши в Деяния, 15 глава, от первого стиха. С первого стиха, книга Деяния, 15 глава. Я хочу прочесть всю главу сегодня, потому что она очень важная. Я уже читал ее несколько проповедей назад. Почему это важно? Потому что здесь есть постановление, четкие постановления. За что тут только имеют точные пояснения. Которые касаются нас, уверовавших из язычников. Което не касается нас, поверавшихся от язычниц. И смотрите, какой спор произошел между апостолами. И поглядите, каков спор имел между апостолами. Некоторые пришедшие из Уидеи учили братьев. Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие, немало состязаний было у Павла и Варнавы с ними. То положили Павлу и Варнаве. И некоторым другим из них отправятся по всему делу к апостолам и пресвятерам в Иерусалим. И так, быв провожены церквью, они проходили Финикию и Самарию. Рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По припитче же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвятерами. И возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверст, дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси. Здесь вот интересно, что Писание называет фарисейское учение ересю. Только много интересно, чей Писание доказывает фарисейское учение ерес. Хотя в Евангелиях вы не найдете, что фарисеев называют еретиками, да? Обаче в Евангелии то няма да намерите това. Но здесь, когда уже и Дух Святой сошел, и пришло ясное и четкое учение Иисуса Христа, и дошло ясното и точно учение на Иисус Христос, фарисейскую ерес назвали конкретно ерес. Фарисейская ереса наричали точно ерес. Потому что она конкретно отвлекает от ясного учения Иисус Христа. Понеже тя много се различават ясното учение на Иисус Христос. Потому что фарисеи не принимали Иисус Христа как Мессию. Понеже фарисеи не заприемали Иисус Христос как Мессия. И вот некоторые из фарисейской ереси уверовавшие говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвятеры собрались для рассмотрения сего дела. То есть собрали всех апостолов, всех пресвятеров. То есть собрали всички апостоли и пресвятериты. Пресвятериты, да. И по долгом рассуждении Петр встав сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, веру очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников Ига, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы». То есть ни мы евреи, ни наши, прадцы, веры. То есть ни евреи, ни ни прадцы, ни веры. Не смогли исполнить закон. Не смогли исполнить закон. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкно все собрание слушал Варнаву и Павла, рассказывая, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Смотрите, как интересно Иаков говорит. Бог первоначально призрел на язычников изначально. Погледнете, колко интересно се казва. Бог най-напред посети язычниците. Бог отначало имел план для каждого из нас. Отначало имал план за всеки от нас. Чтобы составить из них народ во имя свое. За да состави народ за имято Негово. То есть, чтобы любое племя, любая нация, призвав имя Господне, стало народом Божьим. Можешь сказать на это имя? Чтобы не было уже ни украинцев, ни русских, ни корейцев, ни казахов, ни болгарцев. А был только один Божий народ. Написано так. Блажен народ, у которого Господь е Бог. Уверяйте в Исус Христа, ты становишься другим челеком, новым творением. И входиш в народ Божий. Знаете, приехав в любую страну, ты можешь найти християнскую церковь, общину. Ви можете да намерите християнската церковь, община. Вот к нам сегодня с Питера приехали, да? Не дойдоха хора от Питер, Сан Питер, Рук. И вече за нас са наши хора. Ну что, они из Божьего народа. Понижисоват Божий народ. Знаете, мы из Казахстана, мы родились. Не смеет Казахстан. Я родился в Караганде, Наталья родилась в Семипалатинске. А все родили в Караганде, Наталья все родили в Караганде. Мы его уверовали в 90-х годах. Не поверили в пресс-90. И вот где-то в 92-м году началось такое мощное пробуждение в Казахстан. И пресс-90 и второго года запрошено мощное пробуждение в Казахстан. И начали строить самую большую церковь. По всему СНГ. И започнах да строят най-голяма церковь в цялото СНГ пространство. На 5 тысяч человек. За 5 тысяч хора. До этого у нас была церковь в парке. Преди това имахме церковь в парке. И там тоже было много народу. И там имаше също много хора. И я помню, мы тогда вместе выучили песню. Мы тогда пели ее на украинском языке. И там были такие уникальные слова. Тому кто коло тебе. Дай любовь. Кто-нибудь слышал про такую песню? Или только мы казахи поем ее? Или саму не казахи пеем. Это замечательная песня. Когда мы ее пели, мы всегда брали за руки. Когато смея пяли виноги си вземахме за роте. Сто двести человек становились одной порой. Такое было единение. Мы все были вместе тогда. Не всички бяхме заедно тугава. Знаете, украинцы, русские, белорусы. Украинцы, руснацы, белорусы. Корейцы, казахи мы были вместе. Как одно единое целое. Вы знаете, я вот сегодня буду просто провозглашать, пророчествовать. Днешие пророчествам, провозглашавам. О том, что вот наша конкретная поместная церковь. За това, че наша конкретная церковь. Она уже несет. Тя вече носи. Служение миротворничество. Служението миротворно. Потому что это Нагорная проповедь. Потому что это желание Ишо Машиах. Това е желанието на Ишо Машиах. И он говорит, блаженны миротворцы. Ибо они будут наричены сынами Божьими. Ще се наричат Божиите синове. Знаете, я вот совсем недавно, ну и постоянно это слышу, что по всей земле постоянно чувам, че по цяла земля распространяются специально обученные люди. Се распространяват специально обучени хора. Которые называются провокаторами. Които се казват провокатори. Совсем недавно мы слышали, кто-то нам рассказал, что поехали какие-то люди специально делать оранжевую революцию. Совсем наскоро не казаха, че дойдоха едни хора, които... В Киргизию поехали. Дойдоха едни хора в Киргизия, за да правят оранжева революция. То есть приезжают в страну. То есть пристигат в страната. И говорят украинцам, что русские это подонки. И казват на украинцы, че руснаци са много лоши хора. И това са не хора, не човешки существа, които трябва да убиват. Это нас обречено на полное истребление. Други провокатори едут в Россию. И говорят то же самое про украинцам. Это не люди. Които трябва да уничтожат. Тоже одно средство. Говорят про азербайджанцев. Едут в Азербайджан. Говорят про армян. Но мы же не такие, правда? Но мы так чему призваны? Мы призваны примирять. Призвание сме да се примиряме. Быть примирителем. Да сме примирявашти хора. Говорить украинцам, что русские это наши братья. Договорим на украинцам, че русские наши братья. Да у вас одна кровь течет. Славянская. Я не думал, что славян можно так легко обмануться. Аз никуда не мислях, че славяните толкова лесно можете изложить. Разделявай властвой. Вечната политика на дьявола. Просто кто-то приехал и вот так, как будто разрубил пополам. И някой дышил просто разделил на две. Ну думаю, ну если вот так славян, так легко так посорить. Ако славяните е толкова лесно да ги скараш. То всеки го можеш да го скараш. Вот сегодня Белорусик говорит, да мы с Россией одно единое целое. Нес Белорусик казва, нис с Русия сме едно цяло. Но и там уже работают провокаторы. Ну давайте мы будем нацелены на то, чтобы быть примирителем. Дайте да сме нацеленникам, то да сме примирители. Миротворцами. Миротворцы. И вот здесь Яков объясняет. И только Яков объяснял. Я продолжаю читать. Продолжаем дочитать. Сим согласно слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скиню Давида упадшую. И вот здесь Яков повторяет пророчество. И только Яков повторяет пророчество. Одного пророка. На един пророк. Имя, которому Амос. Имя, на който я Амос. Амос был простым пастухом, как и Давид. Амос ты был обикновен пастур. И когда он говорил вот эти слова про Израиль. Когато я говорил тези думи за Израил. Про Иудею. За Иудея. Израиль тогда находился на вершине богатства. Израил тогда был на най-високого уровня богатства. Не было даже речи об разделении. Никой не емислял за разделението. Что скиния Давида когда-то падет. Че Давидовата скиния някой денщина не падает. Никой не се емислял за това. В книг и Деяния апостол Лайков эти слова Амоса повторяет. В книгата на Деяния апостол Павел ги повторя тези думи. Еще раз повторю. Още веднъж те повторя. Бог обещает. Бог обещава. Что он воссоздаст скиню Давидова. Че ще воздигне падналата Давидова скиня. Падшую. Падналата. И то, что в ней разрушено. И пакшти издигна развалинит ей. Воссоздам. Ишти я исправя. И исправлю ее. Ишти я исправя. И дальше еще немножко прочту. Чтобы взыскали Господа прочие человеки все народы. Между которыми возвысится имя мое, говорит Господь. Творящий все сие. Ведому Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников. А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами. От блуда. Удавленной крови. Чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев о древних родах по всем городам имеет проповедующих его. И читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церкви рассудили. Избрав из среды себя мужей. И послать их в Антиохе с Павлом и Варнавой. Именно. Иуду, прозываемый Варсавой. И в силу мужей, начальствующих между братьями. Написав и вручим им следующее. Это послание именно конкретно для нас. Обращенных из язычников. Апостолы и пресвитеры и братья. Находящиеся в Антиохе, Сирии и Килики. Братьям из язычников. И что написано? И как в опище? Радоваться. Радовайтесь. Амин или не амин? Амин. Первое, что они написали, радуйтесь. Про такой это всё написали, радуйтесь. Знаете, как вот у филиппина, у филиппинца написано, всегда радуйтесь, да? Как-то пиши, вы филиппинцы. Развиньтесь, радуйтесь. И за всё что? Из пирыки тыся моли. И за всё благодарите. И за всичку благодарите. И танцуете ещё. И танцевайте. И я добавил. Потому что, я думаю, что мы сегодня будем танцевать. Это одна из частей служения в скине Давида. С 24 стиха. По Елику мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, единодушно, все апостолы решили. Апостолы все были евреями. И они решили для язычников. Как одна душа. Рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленным нашим Варнавой Павлом, человеком, предавшим души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. И так мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже, и словесно. И Богу угодно Святому Духу, и нам не возлагать на вас никакого бремени, более, кроме всего необходимого. Воздерживаться. Еще раз Яков повторяет. Все апостолы это задокументировали. Всички апостоли написали това. И отправили к нам. Воздерживаться от идола жертвенного и крови, удавлены и блуда, и не делая другим того, чего не хотите себе. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здоровы. Аллилуйя. Очень четкое и ясное постановление. Много точно постановление. Знаете, вот я хотел сегодня так коротко сказать. Исках днес кратко да кажа. Сегодня очень много мнений. Че днес има много мнения. Стоит ли нам, язычникам, обрезаться? Далее язычности, треба да правим обрезвание. Кто-то поехал в Израиль. Някую тишулов в Израиль. Совершил гиюр, то есть обрезание. И совершил обрезвание то. Хотя не имеет вообще никакого отношения к израильскому народу. Но той пакняма никакого отношения к израильскому народу. Просто захотел стать евреем. Просто я поискал да стане еврей. И вот это очень странно. И това и много странно. Но если ты христианин. Ако си христианин. Ты должен знать. Ти трябва да знаеш. Че когато ти приемеш гиюр. Даже когато поискаш да се изместиш в Израил. Там ест един предпоследний пункт. Там има един предпоследен пункт. Который говорит о том. Което казва за това. Що если ты хочешь стать евреем. Че ако искаш да станеш еврей. Тебе надо отречить от Исуса Христа. Ти трябва да се отречеш от Исус Христос. Или еврей или христианин. или еврей или христианин то прям тогда написано это как это требование если ты хочешь стать евреем если ты хочешь переехать в израиль твое сигарно акуискаешь достанешь еврей правительство акуискаешь до 6 месяцев израил вопросы следовали и нам конкретно сказали о том что будьте внимательны потому что если вы заходите у меня жена с еврейскими корнями и уже шел вопрос о том что может быть и нам стоит это наши жена мима еврейских корней 9 сразу же он схватается за каждого рейка просто говорит тебе надо в израиль но предупреждаем вас и витким хвоста всякий еврей казва че трябва да се изместили сел не предупреждали че има таков пункт но если по писанию если в этом смысл и не опасно ли это но по писание то имали смысл утова и далее опасно смотрите если ты становишься ортодоксальным евреем акуста ваш ортодоксален еврей иудеем иудей который не признают и шума шеха който не признава и шума шех и тебе надо отречь от иисус христа и ти трябва да се отречеш от иисус христос от ишума шер от ишума шех тут и просто отрекаяся пред людьми от иисус христа сына божия то ти се отречеш пред хората от божия сын иисус христос но так ли говорит писание но така ли казва писание то кто-то так повелевает няко казвали не доправим или какой документ нам отправили апостолы или кой документ и исправили апостоли теком нас и говорит мы мы решили единодушно ты казват не решихми единодушно не обременять обращенных и защит из язычников да он не обременями язычниц тем только исполнять вот это и будете здоровы сама исполнявайте табакой этой пиздак или не так чтеси радует и мы только что и прочитали только что го прочитах метла нету курсива нет каких-то поправок все очень четко ясно сичку точно ясно пище и что-то вот так вот я вот хочу провести такой пример написано вот да видам один пример апостол павел говорит не увлекайтесь с философиями бесовскими апостол павел казва а не се увлечайте с бесовските философии апостол павел был очень образован человек апостол павел и бил много образован човек греческа культура философия поезия говорил на нескаких языках говорил и няколко языки почему-то говорит зато и така казва знаете сегодня тоже хочу ну просто сказать своем мнении про философию простыскам днезда каже свое мнение за философия я изучал философию в программе института изучал философия в программата на университета си что для себя сделала своим от 57 годам вывод про философ каков извод сам направил компенсии 7 годишна там и возраст завел савиа это моё конечно субъективное мнение твое моё субъективно мнение но она подтверждается писание но тоже подтверждавал писание то узнаете это просто как некая человеческая мудрствование твой ник някаква човешка мудрост мура чаще всего направлена на оправдание своих человеческих беззаконий кота най-често и насочена каму правдам нету на нашите човешки грешки беззакония для того что оправдать свою порочную совесть да оправдаем порочната несовест как пример я приведу у нас было в казахстане у нас был центр реабилитации он что один привержите видом него в казахстане махме и рехабилитационный дом олег за одержимых там символиками за бесноватых без нова тихора обладание обладание на болгарском мужике и прибыл на реабилитацию к нам один алкогольно-зависимый и души лазер и дала татья один алкогол на зависим человек философ 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 любил по философствовать обичал это философ он любил приводить такие слова это обичал доказывает не думи знаете вот один философ сказал так один философ и казал так а если ты хочешь справляться со своими грехами и соблазнами аку из каждой сэсправишь свой ты грех вы и соблазни самый лучший способ для этого на и добрая способ из-за това поддаться этим соблазнам да си поддадеш на тези по планам грехам на тези грехов и греши себе и спорящий колку то искаешь рано или поздно тебе надоест рано или казну не мать и сискатова вот и вся философия давайте алта философия как вы думаете для для верующего это очень нормально мислители дали нормално това заверващи век хочешь бороться с грехом греши аку из каждой борося с грехами ну примерно речи но она очень хорошо оправдывает ну так на тя много то приправдава красиво сказать вот один философ красиво казано один философ и казал нисра нисо сказал вообще что бог умер нищий нечто и казал че бог и умрял он жил жил и в один момент скончался живял живял и умрял философия философия мы знаем что нисше концу своей жизни он сошел с ума не знаем чинить чекам края на живота си и по удел психология я например психотерапевт психология а слишком сам психотерапевт она более честнаяRa тя по честно есть и философии пытаются оправдать завуолировать а ко философии все поитуда все правда еще один пример про програмске психолог одного accident пример точно за психолог основатели гишта терапии установателя на гишта терапия фри пара лс фридерик пеллс еще 1 мощный еврей одинносags 1 можем еврей который основал невероятно мощный метод Я проходил специализацию по Христос-центрированной гешталт-терапии. Это очень мощный метод, который помогает даже лечить шизофрению. Естественно, детская шизофрения или по-ранная шизофрения. В течение что-то около года, ну максимум 2-х лет. Депресия лечится в течение от 3 до 6 месяцев. И опять же, ну я не буду отвлекаться, Фредерик Перлик сказал. Это в научной среде. Его знаменитата книга «Эго, голод, агрессия». Знаменитата му книга «Эго, голод, агрессия». Най-любимата книга на женами. И вот в этой книге написано. И в тази книга пише. Вот знаете, вот эти все мудрствования. Всички тези мудрости. Философствования. Научное название получили дефлексивный механизм. Научное название – дефлексивен механизм. Механизм убегания. Механизм на избягвание. От самого себя, любимого. От решения реальных проблем. Куда-то сбежать. И он называет честно философствование, мудрствование. Он знаете, как нам называет? И той честно указывает философию мудрствования. В научном вердикте. В научной оси вердикт. Монография. Монография. Которая получила сегодня всемирное призвание. И получила всемирное признание. Слоновье дерьмо. Это слова Фредерико Перлзо. То, я сказал, че… Ну, по-ношному это, конечно, звучит очень красиво. Акутона… Он очень начин. На слон. Елефантус. Дификалис. Такой же лучше, да, правда? Така звучит доста по-добре, нали? Тогда можете так вот говорить. Можете така да казвате. Ну, вот для меня философия – примерно то же самое. За мен философия – почти същото. Когато аз се срещам с философия. Я понимаю, что этому человеку надо помочь. Аз разбирам, че на този человек трябва да се помогне. Нас постареи обвиняя в том, что мы людям промываем мозги. Нас пасторите честно ни обвиняват в това, че промиваме мозъците на хората. Я хочу сказать о том, что это правда. Искам да кажа, че това е истина. Но только немножко корекция. Само, че малко да го коректирам. Мы не промываем мозги. Ни не промиваме мозъци. Мы их отмываем. Ни ги от почистваме. Отмываем от всякого мусора. От всякакъв боглук. От таков вот елефантус дефекалис. Потому что это по-другому никак не назовешь. По друг начин не може да се нарече. Хочу сказать про психологию. Искам да кажа за психология. Психология, мы должны знать об этом. Она более честна. Не трябва да знаем за това, че психология е доста по-честна към хората. То есть это, по крайней мере, попытка разобраться. Това е по ней опит. Да разберем. Как-то попытаться решить проблемы. Да се опитаме да решим проблемите. Ну, хотя хочу сказать правду. Но искам да кажа истина. Светский психолог вам никогда не поможет. Светский психолог никога не мадави помогли. Например, есть гештальтерапия. Има гештальтерапия. Она разделилась на два больших блока. Тя се разделила на два големи блока. Клиент-центрированная гештальтерапия. Клиент-центрированная. О чем она говорит? За какого те говори? Она вращается вокруг клиента. Тя се ворчи около клиента. Вокруг человеческого эго. но если тебе не хочется не делай этого но если не любишь, бросай его и так далее меня любимого обидели я такой хороший человек и мне вот такое сказали и бесконечно вот так меня ме обидиха и так далее человеческое эго возраста человеческое эго и просто человеку говорят да ты сам Бог давай мы тебе поможем стать еще более божественным и второе направление Христос центрированная гешталтерапия а вот это направление оно конкретно помогает и твое направление помогает но с какого помога Божье это Слово Божье это Слово не себя упитывает оно тебя реально освобождает то тебя освобождает от бесконечных терзаний и от бесконечных исканий от бескрайне търсения почему? за что? потому что это истина в последней инстанции за что то това и последната инстина быть в ней евреем или не быть да бъда ли еврей или да не бъда а может мне поехать в Израиль и все-таки обрезаться или да уцеда в Израил да направи обрезвание я начинаю читать философов започвам да чета философи или что-то искать психотерапии или нечто да търси в психотерапия там где ответ я скорее всего не найду никогда там где то отговорите няма да ги намеря так и зачем? и защо тогава? открываю книгу Деяния 15 главы отварям Деяния 15 глава и четко читаю и чета и все и това е амин и мне все ясно и понятно я продолжу сегодня аж ти продолжа днес что представляет из себя скиния Давида? какво представлява Давиду вот эта скиния? можно пожалуйста вот эту вторую картинку? а губичит и вторая снимка? если вот в скинии Моисеева как-то все направлено на какую-то обрядность ако в Моисеевата скиния всичко е насочено към обрядност там все надо как-то очищаться надо готовиться надо хранить себя беречь себя там трябва постоянно да се умиваш чтобы один раз году чтобы один раз году как написано в послание к евреям 9 глава только один человек само один человек узнаете взращивается кастовость только один человек превосвященник может наконец войти во святая святых един человек най-накрай да може да влезе в пресвятото място и просто принести какую-то жертву за грехи всего Израиля за очищение и просто доноси жертва за всички грехови на Израил смотрите что сделал царь Давид поглядните какого царь Давид и направил это кто-то это царь Давид правда? това царь Давид узнаете? виждате ли го? там несут ковчег завета там носят ковчега на завет который находился на вражеской територии който се е намерил на вражеската територия и все боялись просто вот так в благоговение да вот как-то вот подойти как что-то сделать не так и се страхували да дойдат при ковчега и нещо да направят невярно давайте мы эту историю прочитаем дайте да прочитаем тази история потому что это еще более важно понеже това е още по-важно и это написано в книги Левит 16 глава 16 глава с первого стиха вот первый стих и здесь написано и говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых когда они приступив с чужным огнем представляете просто не тот огонь принесли и умерли и сказал Господь Моисею скажи Аарону брату твоему чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышкой очистилище что на ковчеге откровения дабы ему не умереть ибо над крышкой я буду являться в облаке вот с чем должен входить Аарон во святилище с тельцом в жертву за грех и с овном за все сожжения священный льняной хитон должен одевать он нижнее платье льняное да будет на теле и вот здесь перечисляются какие жертвы какие постановления что он должен сделать для того чтобы войти во святая святая а теперь давайте откроем второе царство и сега да отворим второе царствие шестая глава шестая глава что сделал царь Давид для того чтобы принести ковчег завета обратно в Израиль какво направил царь Давид за да донесе ковчег в город Давидов в Давидов град на гору Сион на планина Сион с первого стиха вторая книга царств вот второй стих с первого стиха шестая глава шестая глава и собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля тридцать тысяч и встал и пошел Давид и весь народ бывший с ним и звал Айудина чтобы перенести оттуда ковчег Божий на котором нарицается имя Господа солов сидящего на херуимах и поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывели его из дома Аминадава что на холме сыновей же Аминадава Оза и Ахио вели новую колесницу и повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава что на холме и Ахио шел пред ковчегом а Давид и все сыны Израиля играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева и на цитрах и на псалтырях и на тимпанах и на систрах и на кимвалах и когда дошли до гумна нахонного Оза простер руку свою как ты рассказывал про эту историю к ковчегу Божьему чтобы придержать его и взялся за него чтобы валы ибо валы наклонили его но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение и умер он там у ковчега Божия и опечалился Давид что Господь поразил Озу место сие до ныне называется поражение Озы и устрашился Давид Давид испугался и Давид себя уплашил как войти ко мне к ковчегу Господню и не захотел Давид везти ковчег Господень к себе в город Давидов а обратил его в дом Авенодава Аведара Гефянина и оставался ковчег Господень в доме Аведара Гефянина на три месяца и благословил Господь Аведара и весь дом его когда нанесли царю Давиду говоря Господь благословил дом Аведара и все что было у него ради ковчега Божия то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведара в город Давидов И когда низший ковчег Господень проходил по шесть шагов, всего лишь шесть шагов, он приносил в жертву Тельца и Овна. Давид скакал из всей силы пред Господом, одет же был Давид в льняной эфот. Так Давид и весь дом Израиля внесли ковчег Господень с восклицаниями и трудными звуками. И смотрите, какая вся вот эта история, да, вот еще раз вот эту картинку. И поглядите, какая целая эта история. Вы знаете, Давид в своем поколении, вот в то время... Вот скажите мне, кто-то делал такое до Давида? Помислете, някой правил ли нечто подобное преди, Давид да го е направил? Някой осетил ли в сердце си така да скача пред ковчега? В льняном эфоте. В льняни... Ну, практически полуогален. Льняни дрейхи. И танцевать пред Господом. Я хочу сказать, это была революционно. Това е било революционно. Я бы назвал царя Давида реформатором. Аз бих нарекал царя Давид реформатор. Потому что, ну, никто из священников его не понял. Понеже никого от священниста не го е разбрал. Ну, знаете, слава Богу, что царь Давид, он был еще и священником. Слава на Бога, че Давид е бил и священник. Он был еще и полководцем. И полководец. Он был еще и пророком Божим. И пророк. Можете ли да кажете амин? Он был священником. И народ смотрел на него. И целый народ его и гледал. Народ слушал его. И слушал. Ну, раз так Давид делает. Но что Давид правит така? Мы тоже так будем делать. И не еще правим така. Давид там скачет и играет на своей псалтире. Давид там скачет и свирен на псалтир. Он еще и был хорошим музыкантом. И был хубав музыкант. Добрый музыкант. И играл перед старым Саулом. И свирил през целия град. И рядом идут музыканты. И кто на чем играет? Много-много. Мощное поклонение Богу живому. Мощное поклонение к Богу. Мощная слава. Мощная слава. А взади ковчега на завет. Который раньше находился во святая святых. Което преди това се е намерил в пресвятото място. Его никто не имел право видеть, смотреть на него. И никой не имал право да го поглежда. Язичники туда как-то заглянули. Язичниците едва едва го погледнаха. И Бог просто поразил их такими невероятными страшными язвами. И Бог ги наказал с страшни язви. И знаете ли, че Бог е приел тази жертву? И Бог, знаете ли, че Бог е приел тази жертву? Бог принял вот это поклонение. Приел това поклонение. Вот это слава. Тази слава. Вот это хвала. Сегодня мы можем так же танцевать пред Господом. Днес можем по същия начин да танцуваме така пред Господа. И это хорошо. И това е добре. Мы теперь знаем, че Бог это нравится. Сега вече знаем, че Бог харесва това. Поэтому мы танцуем в наших собраниях. Затова ни танцуваме на собирание. Не потому, что мы сумасшедши. Не защото сме люди. Просто нам так захотелось. И защото ни се поискало така. Потому, что кто-то показал нам хороший пример. Но за что-то некое показал добр пример за нас. Скажи аллилуйя. Скажи аллилуйя. И вот сегодня я успею еще привести отличие как раз-таки. И что вы кажи отличие? Отличие скиния Моисеева. Отличие на Моисеева таскиния. От скиния Давида. От Давида таскиния. Первое отличие. Первое отличие. Что, как я уже прочитал вот это место, что служение в скинии Моисеева. И в това, че служението в Моисеево таскиния. Оно было очень сложным. То и было много сложным. Вы знаете, это все равно, что сравнивать Старый Завет с Новым Заветом. Това и същото как-то, что сравняваешь Старый Завет с Новым. Мы все время по Старому Завету стараемся не сравнивать. Не сгрешите. И заповеди они так и говорят. Не, 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 не. Не при любодействии, не убивай, не укради. Не при любодействии, не убивай, не кради. И така нататък. Вы знаете Новый Завет. Там вы не прочитаете частица «не». Там наоборот. Возлюби Господа Бога, да? Там пише. Возлюби Господ твой Бог. Вы знаете, я спрошу сегодня. Вы можете сами себя очистить? Аж тебе попитам днес. Дали можете да се очистите сами? Да се умеете очистить? Можете ли вы себя сохранить? Можете ли да запазите себе си? Ко мне периодически подходят люди, говорят, пастори, берегите себя. Периодично хора ми казват, пастор, ви позейте себе си. Я хочу объяснить о том, что... Я с иском да объясняю, че... Ну, вы желаете мне, чтобы я как-то попытался себя сберечь. Че ви не желаете, че я по някак начин да се опазя. Ну, вам надо понять, что это невозможно. Но ви треба да разберите, че това не е возможно. Но лучше сказать, пастор, да хранит вас Господь. Потому что Писание говорит. Напрасно бодрствует страш. Если Господь не убережет города. Ако Господь няма да пази града. Няма смисъла да го пазиш. Просто пожелавите Бог да ме пази. Знаете, жизнь так устроена. Живота така е устроена. Что если тебя по милости Божией Бог не хранит. Чако по Божията милост Бог не те пази. Как ты берешься даже бесполезно. То и да се пазиш е безмислено. Просто осознай сегодня, что ты живешь. Просто осознай днес, че ти живеешь. По милости Божия. По Божията милост. Я видел такие катастрофы. Я ехал последний раз в Бургас. Виждал сам такиха катастрофи. Страшная катастрофа. Страшни катастрофи. Последний път, като потувах за Бургас. Тиры бир вернули, легковые автомобили. Скорые, пожарные понаехали. Кулиса се обърнали. Имаши пожарникари. Вот. Ехал че человек спокойно по своей линии. Просто човек е потувал по своята линия с кула. А кто-то заснул и вот так. А някой е заспал и така е дошел. Тот, который не нарушил ни одного правила. И този, който не е нарушил никакво правило. Погиб. Е загинал. Понимаете, да? Разбирате ли? Если Господ не хранит дома. Ако Господ не ни пази. Напрасно бодрство и страш. Напрасно бодрство и страш. Поэтому пусть Бог всех нас хранит. Затова Господ всички да ни пази. Я уже заканчиваю. Я свечи приключу вам. И смотрите. Я продолжаю читать 16 стиха. А с продолжаем до 16 стих. Вторая книга царств. Шестая глава. Шестая глава. Когда входил ковчег Господний в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрел в окно и увидит царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижил его в сердце своем. И принесли ковчег Господний и поставили его на своем месте посреди скиния, которую устроил для него Давид. И принес Давид все сожжения пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение все сожжения и жертвы мирных, то благословил народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству из родитя, отданно даже до Версавии, как мужчинам, так и женщинам по одному хлебу, по куску жареного мяса и по одной лепешке к каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев, обнаживший сегодня при глазами рабынь, рабов своих, как обнажаясь какой-нибудь пустой человек?» Представьте себе, что можно было сказать царю Давиду. «И сказал Давид Милхоле, «Пред Господом плясать буду, и благословен Господь, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля. Пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и прислужанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхола, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее». То есть она просто приобрела некое проклятие. За те слова, которые она сказала царю Давиду. Я думаю, что здесь Милхола выступает в роли религии. Знаете, религия всегда осуждает. Религия всегда осуждает. А, это сектанты. А, эти сектанты. Они танцуют. Те танцуют. Они поют. Те пеют. У них дискотека-то. Имат дискотека-то. Вот они там вот такие-сякие. Но если бы это в Писании не было написано, поэтому религия, она бесплодна. Затова религия не может принести живой плод нашему Господу Иисусу. Только живое поклонение и живая хвала приносит живой плод на нашу живую Богу. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Слава на нашу Господу Иисусу Христосу. Второе отличие. И второе отличие. Откровение с Киней и Моисею было получено в дыме, громе и страхе на горе Синай. Откровение за Моисеево-Таскене было получено в пушек гром страх на планина Синай. Светкавицы, громотевицы. Светкавицы и громотевицы. Это написано в книге Исход. Това пиши в Исход. В девятнадцатой главе. В девятнадцатой главе. Скиния Давида установлена в радости, хвале и близости с Богом на горе Сион. И это мы можем прочитать именно во второй книге Царств, шестая глава. Това точно можем да го прочитаем во второ царе. И третье отличие я сегодня скажу и мы заканчиваем. И третье отличие, что вы кажете, днадцатой переключиваме. Если в Скинии Моисея каждый вечер и каждое утро лилась кровь жертвенных животных, то в Скинии Давида постоянно приносилась жертва хвалы. И вы знаете, еще написано о том, что царь Давид Он сам построил палатку. То и сам и построил Скиния. Скиния это что? Какое Скиния? Скиния это сукот, это шалаш. Твой сукот, то есть палатка. Палатка, да. И он поставил ковчег завета прямо в сердцевину, то есть в середине, так и написано, посреди Скинии. И то и поставил ковчега точно в средата на палатка, так как то пише в средата на Скиниито. И ковчег завета видели все. И ковчег на завета всички са видели. Вы знаете, это прообраз нового завета. Това прообразно новое завет. Что будьте как письмо Христово. Будьте как то Христово письмо. Всеми читаемое. От всички читаемо. И всеми узнаваемо. И от всички познаваемо. Чтобы на вас издалека посмотрели. От далеч да ви погледнат. И докажет. Это христиане. Только они себя так ведут. Само те така се держат. Они всегда улыбаются. Те винаги се усмехват. Они вообще не радуются какие-то. Веселые ребята, кто-то нас так назвал. Весели хора. Постоянно под чем-то, как будто бы что-то приняли и скакивали. Постоянно сосякашь нечто сопрели и совесели. Нет ни одного доказанного факта. Но нет ни один доказан факт. Что мы что-то принимаем. Че нечто приемем. Кроме Духа Святого. Освен Святия Дух. Кроме нового вина. И вы знаете, у меня это сегодня только вступление на самом деле. И това всъщност и само начало. Я сегодня только приоткрыл. Само утворих малко. И я хочу так сказать о том, что кто сегодня играет роль ковчега. Искам да кажа днес кой играе ролята на ковчега. Ковчега Завета. На ковчега на Завет. Вы знаете, Ковчег Завета его сегодня нету как таково. Ви знаете, че ковчега на Завет в момента не существует. Нету такого, чтобы где-то выставили в каком-то музее и скрижали. Няма таков музей, където да има Моисеевати скрижали. Или вот где-то лежит расцветший жезл Аарона. Или някъде да лежи и разцвърнала Илья Аарона в жезл. Все это было только прообразами. Това всичко е било само прообраз. Но я хочу сказать о том, что вот, например, в прошлый раз я приводил Эвана Робертс в пример. Искам да кажа, че миналия път аз казах за примера на Эван Робертс. Вот один человек в одиночку произвел мощнейшее пробуждение в Уолси и довел до мощно пробуждение в Уолси. За девять месецов за девять месецов повярвало более ста тысячи человек. Са повярвали повече от сто хиляди хора. Покаялась во греха и приняли водно крещение. Вот кто-нибудь мечтает крестить в воде лично сто тысячи человек. Някой мечтает сто хиляди хора лично да ги покръсти во водата. Аз мечтая. Эван Робертсон такой. А Эван Робертсон е таков. Кто он? Кой е? Я хочу сказать это человек который нес себе ковчег завета. Искам да кажа че този человек и носил в себе си ковчега на завет. Христианин. Христианин. Истинный христианин. Истинский христианин. Который просто принял решение следовать за Христом несмотря ни на что. Което просто и принял решение да следва Христос независимо от нищо. И у него была только одна ошибка. И той е направил само една грешка. Он не умел отдыхать. Не е знал как да си почива. Не умел наслаждаться Господом. Не умел да се наслаждава на Господа. Сидеть у ног Исуса. Да стои до краката на Исуса. У него не было выходных. Той не имал почивни дни. Ни в суботу. Ни в субота. Ни в воскресенье. Ни в неделя. Не было шабата. Не имал шабата. Просто вот так с понедельника по воскресенье. Просто така от понеделник до неделя. Вставал он в 5 утра. Вставал в 5 сутринта. А возвращался домой глубоко за полночь. И се връщал в къщи след 12 през нощта. Спал по 3 по 4 часа всего. И е спал само 3-4 часа. И постоянно е в течението на народите. И он ходил, ходил, ходил по домам. И той вървял из къщите. Учил, проповедовал. Проповедовал и учил хората. За изцеление молился. Молил се за изцеляване. Много чудеса и знамения. Но через 9 месецов он полностью выгорел. Но след 9 месеца и сгорял напълно. Куда-то уехал с друзьями. Някъде я заминал с приятели. И больше никогда не вернулся в служение. И повече никога не се върнал към служението. О таком я не хотел бы мечтать. За такого аз не бих искал да мечтаю. Даже если бы я крестил 100 тысяч человек. Даже и да покръстя 100 000 хора. Я хотел бы следовать дальше. Аз бих искал да следвам по нататък. И слава Богу, что Бог показал такие примеры. И слава на Бога, че Той показал такие примеры. Чуть попозже началось пробуждение. Малко по-късно е започнало пробуждението. Которое прошло по всему кругу земли. Което е било из цяла земя. И уверовало и крестилось миллиону людей. И са повярвали и са се покръстили миллионни хора. Слава на нашия Бог. Давайте мы помолимся именно за это. Дайте да се помолим точно за това. Чтобы нам быть такими людьми. За да бъдем такива хора. Которые в центре своето существование. Которые в центре на своето существование. Несут ковчег нового завета. Силу Святого Духа. Почему Святой Дух? Потому что это Святой Дух. Он абсолютно отделен от греха. Я не могу себя очистить. Только Бог меня может очистить. Сам Бог может да ме причистить. И Писание так и говорит. И Писание то точно так оказывает. Очисти меня. И буду чист. Освяти меня. И буду свят. Я сам не могу стать святым человеком. Аз сам не могу да стану свят. Только благодаря Христова крови. Само благодарение на Христова крови. Давайте склоним наши сердца. Да склоним сердца ни. Акропи нас изцопом Господь. Укропи ни с изцоп Господь. Дай нам вот это ярко откровение. Дай ни ярко откровение. Что сегодня ты восстанавливаешь скиню Давида падшую. Че днес восстановишь падналата Давидова скиния. Ты желаешь поднять для себя народ. Ты желаешь да воздигнешь народа. Особенно народ. Особенно народ. Для всякого доброго дела приготовлен народ. За всяко доброе дело приготовлен народ. Освященный народ. Осветен народ. И очищенный. И причистен. И отделенный для Бога народ. Отделен за Бога народ. Господь благослови каждого, кто сегодня в этом собрании. Господь благослови всякий днес, кое-то в това собрание. Восстанови Господь эту скиню в каждом из нас. Восстанови тази скиния во всякий един от нас. Научи нас радоваться Тебе. Научи не да се радваме на Тебе. Радоваться во Святом Духе. Да се радваме во Святе Дух. Непрестанно молиться. Не спирайки да се молим. И за все Тебя благодарить. мы благодарим Те еще и еще раз во имя нашего Господа Иисус Христа во имя Ишуа Машиах и Божий народ докажет Аминь Будьте благословены Давайте мы воздадим славу нашему Господу Аллилуйя